Я приветствую всех зрителей моего видеоканала. У меня такой вопрос. Как вы относитесь к тому, что женщина имеет несколько любовников? Интересный вопрос, как лично я отношусь к этому? Не расскажите, пожалуйста, как об этом явление с точки зрения того сего, как я к этому отношусь. Что ж, я отвечу, но в том числе и упомяну об этом как о явлении, поскольку я специалист, я эксперт, я не могу ориентироваться только на свое личное мнение. И более того, я обязана выдавать мнение экспертное, то есть независимо от каких-то личных эмоциональных и оценочных осуждений. Итак, поехали. Если бы вы на этот вопрос спросили мне ответ 20 лет назад, то я бы сказала, что нормальная женщина вообще должна иметь как минимум трех любовников. Потому что когда у нее есть один любовник, имелось в виду женщина замужняя, конечно, потому что когда у нее есть один любовник, то это неизбежно вызывает у нее чувство любви к этому любовнику. Когда у нее есть два любовника, то она неизбежно впадает в порочный круг ревности к своим любовникам или к ощущению, что она с одним любовником изменяет второму любовнику. И только три любовника формируют у нее здоровый философский подход к жизни. Я помню, что моих знакомых это выражение шокировало, очень сильно развлекало. И я помню, что кто бы его не услышал, все тут же начинали его растаскивать на цитаты, друг другу пересказывать. Вот, я морщилась от брезгливости, когда это происходило. И я скажу вам честно, что тогда это было не истинное положение вещей. Это не было какой-то моей такой внутренней убежденностью. Это было не более чем поза. В свои 22-25 лет я была еще не до конца сформированным подростком. И, в общем-то, с таким экстремизмом и максимализмом выдавал какие-то маргинальные оценки. Сейчас, конечно, слава богу, этого не происходит. И я повзрослела и очень этим горжусь. Итак, женщина, которая имеет несколько любовников. Кто она? Нимфоманка? Эротоманка? Давайте все-таки разберем эти явления с экспертной точки зрения, а затем уже перейдем к отдельно взятой женщине. Итак, эротомания, повышенная потребность в чувственных ощущениях, то есть повышенная откликаемость, повышенная заинтересованность и, как следствие, повышенная потребность встречается у женщин, но не так уж часто. И если говорить о, так скажем, первичном проявлении этого свойства в человеческой природе, у мужчин это будет называться словом сатириаз, то речь идет, конечно, о каких-то пограничных умственных расстройствах или о каких-то психозах, где вот такая сексуальная расторможенность, отсутствие сдерживающего контроля коры головного мозга является симптомом болезни. Это часто иногда какие-то замаскированные виды психических расстройств, или даже в легкой степени, но тем не менее умственная отсталость и прочее. А вот такое явление, как нимфомания, или, как любят говорить психиатры, нимфомания у женщин, это когда женщина не может насытиться сексуальными отношениями с одним мужчиной и заводит сексуальные отношения с несколькими мужчинами. Это называется словом нимфомания или нимфомания, правильно. Вот, как характеризовать такую женщину и что это означает? Как правило, такие женщины по своей природе бывают фригидные, как правило, такие женщины не получают оргазма в партнерском сексе, и они по своей природе не могут быть удовлетворены. Вообще, знаете, откуда берутся проблемы, откуда берутся у людей ощущения несчастья, ощущения, что они проживают неправильно, какую-то несвою жизнь? Это берется от того, что человек, живя свою жизнь, не может достичь удовлетворения. Вот что бы он ни делал, все как-то не то и не так, и вроде как-то удовлетворение и счастье, оно где-то впереди, а живем мы вроде бы сейчас. И вот все это вместе приводит к какому-то дискомфорту, к ощущению неудовлетворенности собой и жизнью. Так вот, нимфомания – это частный случай вот этой общей неудовлетворенности. Такая женщина не может быть в силу каких-то внутренних причин удовлетворена по жизни и удовлетворена в постели партнером. То есть она не испытывает гармонии, равновесия в связях с окружающим миром. Ее женская идентичность, ее самооценка, ее самоценность, ее представление о себе, ее уверенность, недостаточно сильны и высоки, и недостаточно сформированы, чтобы быть независимыми, чтобы быть независимыми, дай сказать, чтобы быть независимыми от мнения окружающих, от каких-то внешних эмоциональных или сексуальных, или каких-то вещественных подачек. И такая женщина ищет подтверждение своей самоценности в виде сексуальных отношений. Иными словами, она через секс достигает внесексуальных выгод. Например, утоление своей неуверенности, утоление своего чувства заброшенности, покинутости, отверженности. И когда она утверждается через секс, ну то есть, как бы, если я смогла, если столько народу меня хочет, или если соблазнила столько народу, это означает, что я, в общем-то, не такая уж никчемная женщина, что я как женщина на высоте и представляю из себя объективную ценность. Вот. И в данном случае поиск все большего секса, поиск все большего количества партнеров как раз отражает ее внутреннюю неустроенность. Внутреннюю неустроенность, когда она пытается количеством партнеров заместить и восполнить качество... Да что ты будешь делать-то? Качество внутреннее. Когда она количеством партнеров пытается восполнить качество внутренней опустошенности. Получается, что она путает цели средства То есть цель такой женщины найти какой-нибудь способ, чтобы быть счастливой и удовлетворенной И она в качестве средства выбирает секс Поскольку секс не приводит к исполнению ее цели Или дает ей глоток свежего воздуха, уверенности на какое-то короткое время То она постепенно входит в такое полутрансовое состояние поиска все большего секса Для того, чтобы этих глотков удовлетворенности становилось все больше и больше И она наконец приблизилась к какой-то там очень отдаленной цели или сверхидее жизненного удовлетворения И поиск секса становится целью сам по себе Потому что у нее замещается эта идея удовлетворения, идея поиска секса Счастье это ей не приносит, сексуальных чувственных ощущений тоже и даже оргазмы То есть она просто получается такая секс-машина, которая ищет секса А в отличие от обычной нормальной женщины, которая находит удовлетворение в интимности, в акте любви, в акте доверия И умеет договориться со своим партнером о том, чтобы в процессе прелюдии, в процессе полового акта Доставить друг другу какие-то обоюдоприятные вещи Очень часто в литературе описывается факт, что мужчины подсознательно воспринимают ситуацию Когда в большой компании мужчин появилась одна женщина, как демонстрацию собственной этой нимфомании То есть она в такую компанию пришла заведомо, понимая, что ее воспримут как нимфоманку и используют по назначению Это один из психологических причинных аспектов группового изнасилования Когда сначала они ее в группе воспринимают как женщину, которая готова предоставить себя сразу всем А затем срабатывает эффект толпы, когда они на нее набрасываются и уже не контролируют свои животные действия Вот, поэтому такой вот вам совет, если вы еще не сформировались, вы еще не поняли, где ваше удовлетворение и какая вы женщина Отказывайтесь от компании, где кроме вас не будет приглашена больше ни одна девочка или девушка, а мужчин будет несколько Но это так, к слову Итак, явление, когда у одной женщины много мужчин, носит характер либо эротомании Еще раз повторяю, это в чистом виде встречается очень редко и часто это симптом каких-то психических расстройств Либо характер нимфомании, когда у женщины есть психологические проблемы, которые она может не осознавать И искать удовлетворение через количество секса Очень часто мужчину, который пытается строить отношения с такой женщиной, дезинформирует ее вот эту вот нимфоманийность Ее потребность во все больших и больших контактах сексуальных И такой мужчина может даже испугаться и отказаться от отношений и начать думать Господи, если вот ей сейчас нужно столько секса, ну я же не мальчик, я же не молодею, я все-таки как-то зрею, а потом старею Ну через 10 лет я уже не могу вот так всю ночь напролет ее удовлетворять, что же с нами будет через 10 лет И отказываться от отношений с такими женщинами Хотя на самом деле, если таких женщин отогреть, полюбить, дать им доверие, дать им интимности Вполне вероятно, что им и не нужно будет целую ночь каких-то усиленных силодвижений Для того, чтобы она наконец почувствовала себя уставшей, удовлетворенной и с утоленной страстью Но иногда такой вариант замены секса на любовь невозможен без тщательной работы с психологом Поэтому, если узнали себя в этом портрете, имейте в виду, что вам нужно все-таки обратиться к специалисту И, наконец, давайте теперь отвлечемся от моего экспертного мнения и перейдем к характеру самой женщины Как выглядит женщина, которая имеет несколько любовников Вот у нее есть мужчина, муж, да, и вот у нее один, потом второй, потом третий Или там просто у нее несколько любовников Там один любовник постоянный с другим Просто так получилось, они ехали вместе в командировку в поезде Третий так вот срослось, как-то он ее хотел Думаю, ладно, пересплю с ним, потом решу, что мне с ним делать И вот так оно все наслаивается Они начинают как-то требовать доступа к телу Как-то ей звонить и пытаться вызвать ее на свидание У нее начинает появляться ощущение использованности Когда она уже составляет расписание для любовников Чтобы они, не дай бог, где не пересеклись И как-то не нарушили привычный ход ее жизни До тех пор, пока, конечно, ей это не надоест Потому что это очень энергозатратное и по времени затратное предприятие Что ищет такая женщина, да, что там ищет он в краю далеком Что бросил он в краю родном, да Вот, на самом деле такая женщина, как и та нимфоманка О которой я только что рассказывала Ищет все того же любви, принятия в себя, да, доверия Утоление потребностей во внимании, в человеческом участии Вот, и вступая вот на этот путь некачественно Решать этот вопрос с любимым мужем И добиваться понимания всестороннего друг к другу Добиваться, чтобы мужчина вас принял такая, какая вы есть И по возможности дал то, что вам необходимо В отношении внимания, знаков любви, нежности, эмоций Да, и она вместо того, чтобы решать вопросы с мужем Это трудно, конечно, объяснить ему, в чем причина беспокойства Объяснить ему, что бы вы от него хотели Не так, чтобы ты мне больше уделял внимания в целом А как бы это выглядело, что он должен делать, чтобы она это поняла Вот, это трудно, конечно, достичь консенсуса с любимым мужем Проще, конечно, пойти, получить какое-то разовое удовольствие Или даже мнимое удовлетворение И остаться опять ни с чем Почему удовольствие разовое? Почему удовлетворение мнимое? Потому что даже при кажущейся насыщенности ее жизни А что, то ли плохо, да, это муж-любовник еще в лифте изнасиловали И так, и так у нее получается Ну вот, на самом деле, ее сексуальная жизнь скучна Однообразна И она подменяет качество ощущений Количество и разнообразие То есть это все один и тот же Однообразный сценарий Просто вписанный в разные фазы жизни То в лифте, то на крыше То с лысым, то с волосатым То с толстым, то с тонким И вот у нее процессы идет Там муж, он хороший, отец ее детей Но он ничего в жизни не понимает Вот любовник всю жизнь не понимает Но у него бабла нет Вот у этого бабло есть Но у него сексуальность и низкая Вот У этого ничего нет Но с ним интересно в театр ходить Вот она, получается, добирает Какие-то разные аспекты того Что ей необходимо для счастья С разными мужчинами Это хорошо? Нет, это плохо Это свидетельствует о ее незрелости Она инфантильна И ей кажется, что счастье Где-то вовне ее Зависит от каких-то внешних факторов Вот И если вот этот интеллигентный любовничка Который берет на себя ответственность За ее эстетическое ублажение Пригласит ее в театр То она испытает прилив радостных чувств И пойдет в театр А если вот тот любовник Который обладает Какими-то недюжинными Сексуальными способностями Так скажем Привлечет ее К каким-то сексуальным экспериментам То она будет счастлива Потому что Сама бы она ни в жизни не осмелилась Никого пригласить К экспериментам А в качестве, так скажем Пассивного партнера Она согласна участвовать А вот этот, например, любовник У него нет ни денег, ни театров Ни особых сексуальных Каких-то Подвигов Он не способен Зато он Знаете Вот о любви так красиво говорит Такие пишут Семески С ним так красиво Она себя чувствует И вот ее внутреннюю неспособность Осмелиться И договориться Со своим мужем Мужем Мужчиной О том, что ей не хватает О том, что она хотела бы Иногда получать Там театр Или эксперимент Сексуальный Или может быть Какое-то романтическое свидание Выражается в том Что она пытается это решить За счет разных мужчин Но если еще раз повторяю Мы помолекулярно Ее отношения проанализируем То мы увидим, что это Скучное Однообразное Ничто И если такую женщину Поместить В ощущение Что ж ты так кричишь Где же ты машешь Такая параша Если такую женщину Поместить В условия моногами Она, конечно, будет несчастна Она не будет понимать Что ей не хватает Она будет думать Что ей просто не хватает Новых сексуальных стимулов На самом деле Ей не хватает решимости Взять от одного партнера Все то Что она разбрасывала На окружающих Взять от одного партнера То, что она разбрасывала В окружающую среду Не задумываясь О своей бессмертной душе Не задумываясь О своих последствиях И не задумываясь О том А счастлива ли она За всем этим количеством За всем тем временем Которым она на это тратит И за всеми теми Энергетическими Эмоциональными потерями Которых это стоит А теперь пока Ой Субтитры сделал DimaTorzok